Здравствуйте! В эфире новости первого Карагандинского в студии работы Динары Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. 46-летний гражданин Российской Федерации, работающий звукорежиссером на одном из радиоканалов Караганды, хранил в своем холодильнике марихуану. В офисе радиостанции, где работал мужчина, в ходе опуска были обнаружены изъяты, использованные шприцы. В Караганде впервые за 10 лет проводят капитальный ремонт заилованных ливневых канализаций. Для того, чтобы привести ливневки в порядок, в шахтерскую столицу специально пригласили специалистов из Астаны и Алматы. Подробнее материали наших корреспондентов. Денежные средства на прочистку ливневых канализаций выделили впервые за 10 лет. За это время многие участки этой подземной системы сильно износились. В связи с этим из Астаны и Алматы были приглашены специалисты, готовые помочь в проведении капитального ремонта ливневок. Ливневки работали, но не на том уровне. Они были по результатам обследования комиссионного, они до 70-50% были заилованы. Работы по восстановлению труб ливневой канализации уже проведены на улицах Бухаш-Жарау, Воинов-Интернационалистов, Гоголя и на проспекте Нуркена-Абдирова. Приоритеты у местных властей сначала отремонтировать трубы, проходящие под так называемым «золотым квадратом», а уже после взяться за остальные участки канализации. В настоящее время разработана почти, в течение пару недель она будет готова, разрабатывается ПСД, то гиппроводхоз. На эти цели были выделены 24 миллиона. Работа в данном направлении будет продолжена. А ПСД это проектно-смертная документация? Проектно-смертная документация. На что, на ремонт? Да, именно на ремонт ливневой системы. В настоящее время проводятся работы на участке от улицы Войнов-Интернационалистов до улицы Гоголя. Специализированная техника, привезенная в Караганду, сначала проходит через ливневую систему и фиксирует ее дефекты, а уже после промывает ее водой. Марк Блюшко, Марк Култенов, 1-й Карагандинский. В Караганде директор одной из дистрибьюторских компаний был найден в повешенном собственном кабинете. 38-летнего мужчину обнаружили сотрудники предприятия вечером 14 августа. Как стало известно, предприниматель перед самоубийством написал предсмертную записку, содержание которой не разглашается. Все причины и мотивы происшествия выясняются. Сотрудники Управления собственной безопасности ДВД, пытаясь скрыть преступление, потеряли материалы следствия. В декабре прошлого года в УСБ обратился гражданин Ахметов с заявлением в отношении сотрудника дорожной полиции Скакова, который вымогал деньги за положительное решение дела. Но в феврале Ахметов отказали в его просьбе, основываясь на отсутствии состава преступления. Однако 22 апреля прокуратура Карганинской области отменила данное постановление и возбудила уголовное дело в отношении Скакова, которое направили в дальнейшем на расследование в Департамент финансовой полиции Карганинской области. 18 июля текущего года возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении сотрудников Управления собственной безопасности ДВД Карганинской области. В преддверии повышения тарифа на проезд в интернете все чаще появляются видео с нарушениями водителями общественного транспорта, правилами дорожного движения. Довольны ли горожане качеством обслуживания, расскажет наш корреспондент. На видеохостинге YouTube появилось шокирующее видео, в котором водитель 118 автобуса едет за рулем, разговаривая по мобильному телефону. На кадрах можно увидеть, как он держит руль только локтем с занятой руки. Это видео – очередное доказательство отсутствия культуры вождения у водителей автобусов. Они постоянно подвергают угрозе жизни десятков пассажиров, превышают скорость, разговаривают по телефону, курят за рулем, резко тормозят – это малая часть претензий к водительскому составу перевозчиков. В преддверии подорожания тарифов на проезд до 70 тенге наша съемочная группа попыталась узнать у карагандинцев, довольны ли они качеством обслуживания в общественном транспорте. «Обслуживание автобусом недовольны и поднятием ценам я недовольна». «А что именно конкретно вас не устраивает в обслуживании?» «В обслуживании? Ну, автобусы грязные, потом не вовремя ходят, сейчас очень плохо. Раньше вот при советской власти они ходили 6 часов, а сейчас 7 начинают ходить и вообще какой-то уже порядка нет. А кондукторы не объявляют остановки. Полный бардак». «Ну, бывает иногда он так, он едет медленно и пытаются на него запрыгнуть, он еще возмущается, что не залазите. А они говорят, ну вы же едете, как мы будем залазить?» «Ну, вот такое бывало, видела. Некоторые кондукторы иногда бывают там, ну, психуют. Я понимаю, у них тоже тяжелая работа, вот это за всем уследить, но с одной стороны, какая есть все равно работа, надо же все равно на субординацию соблюдать, не кричать, не ругаться. Бывают некоторые ругаются, кричат». «Не очень. Что именно не устраивает?» «Хамское отношение иногда некоторых кондукторов и порядок, чистота не соответствует тому сервису, который положен. Ну и автобусы довольно-таки старые». «Предельный, нет, все нормально». «Нет. А чем они устраиваются?» «Ну, грязные в основном». «Я очень редко езжу, мы из региона, поэтому, ну, как бы, да, в принципе, у нас как бы места всегда есть, поэтому». «Когда не изменяется, это в плохом состоянии постоянно». «А что именно вас устраивает?» «Ну, как не устраивает? Во-первых, я вот, например, я живу в сторону Узенки, плохо ходят 35-е, 33-е, если вечером уже не доезжаешь. Даже сейчас, посмотрите, пришел сотый автобус, маленький автобус, липком полный. Вы не заметили?» «Естественно». «Устраивает качество обслуживания в наших автобусах?» «Да, вполне». «Все устраивает?» «Да». «В основном, знаете, даже дело в том, что часто кондукторы, они обеспечивают, контролирование, их никто не контролирует. Они билеты не дают, конечно. Они, раз им та сумма не доходит, они вынуждены, наверное, иногда, потому что контролеры билеты многим не дают». «37-й очень плохо ходят. 33-й, вот я на живые живу, 33-й, ну, не так, как сказал бы, что плохо. Ну, пойдет. 55-й тоже по часам. А 37-й вообще плохо сильно ходят. В субботу там вообще два автобуса дают. Ну, один автобус здесь сломался, то 37-й не дождешься». «Стоит надеяться, что качество обслуживания у наших перевозчиков изменится в лучшую сторону. Если вы увидите какие-либо нарушения в автобусе, загружайте видео на YouTube и присылайте в группу нашего телеканала в социальных сетях». Далее короткая реклама. Оставайтесь с нами. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди». Прекрасный выбор за вами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на наступившую теплую погоду, синоптики говорят, что пока горожанам не стоит надеяться на жаркий конец лета. По словам синоптиков, резкое похолодание, которое длилось более недели, связано с прибытием циклона. Пришел антициклон, облачности у нас сейчас нету, или переменная облачность, осадков тоже нету. И идет адвекция тепла, правда не сильная, как бы нам хотелось, потому что все равно потоки у нас сохраняются с севера. Ну и единственное, чем обусловлено вот это потепление, это то, что у нас облачности меньше и идет солнечный прогрев. А как таковой вот хорошей адвекции тепла пока, конечно, мы еще не наблюдаем, потому что потоки у нас сохраняются пока с северным. В Караганде возобновил свою деятельность филиал Молодежной информационной службы Казахстана. Неправительственная организация объединяет молодых неравнодушных людей, которые хотят вложить свои знания, энергию и интеллект в развитие и процветание Казахстана. Подробнее в репортаже Серегжан Маулитбай. Молодежная информационная служба Казахстана работает с 1998 года. Организация реализует социально полезные проекты, направленные на информирование, образование и развитие молодежи в возрасте от 14 до 29 лет. МИСК уже несколько лет входит в состав рабочей группы при Можелесе парламента по разработке закона о молодежной политике. А также возглавляет коалицию из 10 молодежных организаций по разработке предложений в законопроект о молодежной политике. Самый главный проект, который организуют ежегодно, это молодежные конференции ЖАСКМ в Алматы для активного молодого поколения. Наш фериал в Караганде долгое время работал, но в последние годы, к сожалению, его деятельность была приостановлена и сейчас мы его возрождаем. Здесь мы провели ряд очень плодотворных встреч, в первую очередь с управлением молодежной политики. Мы поговорили о том, какие здесь есть возможности для работы молодежных организаций, как управление их поддерживает, какие проекты здесь реализуются. Мы были проинформированы о том, что здесь не хватает информационной работы с молодежью. И это как раз ниша нашей организации, которую мы собираемся занять в этом городе. Также организация занимается развитием и улучшением образованности молодежи. Проводит тренинги и мастер-классы в области гражданского образования прав человека и развития личности. В деятельность ходит и исследовательская работа, международный обмен студентами, развивает волонтерство и благотворительность. Одним из компонентов работы являются образовательные программы. Образовательные программы – это как раз такие тренинги, семинары, школы и конференции, которые мы организуем. Один из таких крупных проектов – это школа гражданского образования. Полностью начать работу филиал планирует в сентябре и приглашает к себе активную молодежь. Серегжан Маулитбаймар, Аткултенов, Асат Айбидулов, Первый Карагандинский. Проведем праздник без долгов. Именно под таким названием в преддверии праздника Дня Конституции Республики Казахстан по региону стартовала акция. Инициатором мероприятия стал Комитет по исполнению судебных актов. Накануне судоисполнители с представителями коммунальных служб осуществили совместные выходы по квартирам должников. У лиц, не погасивших задолженность, отключали электроэнергию. Кроме того, они устанавливали заглушки через крыши домов на канализационные трубопроводы. Для этих работ один из услугодателей ТО «Караганды Су» приобрел специальное устройство «Паучок», которое, не входя в помещение, блокирует канализационные коммуникации отдельных квартир. Блокирование происходит на крыше дома должника. Вместе с тем у злостных неплательщиков конфисковали имущество. Перед началом акции жители области были оповещены о необходимости своевременного исполнения решений суда. Со слов карагандинских судебных исполнителей, цель работы – информирование граждан о необходимости своевременного погашения задолженности по коммунальным услугам перед услугодателями. Акция будет длиться до конца сентября, говорят организаторы Караганды Су. Караганинские полицейские за два дня выявили 30 фактов реализации контрафактной продукции. Об этом сообщает ДВД региона. Напомним, в период с 13 по 15 августа текущего года по области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт». За время проведения мероприятия было изъято более 5000 экземпляров нелицензированной аудио-видеопродукции. В связи с этим на учет было поставлено 28 лиц. Более того, сотрудники Управления криминальной полиции совместно с сотрудниками Департамента юстиции 14 августа на рынке Алтын-Арба изъяли 1400 контрафактных дисков. На сегодняшний день проводятся все необходимые экспертизы, отмечает в пресс-службе ДВД Карагандинской области. По изъятым контрафактным продукциям назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято операционное решение. На этом у меня все. Далее новости спорта продолжит мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На спортивной площадке одной из школ города прошло спортивное развлекательное мероприятие «Казахстан – это мы». В спортивных состязаниях на ловкость и быстроту приняли участие дети с ограниченными возможностями. Обучающиеся в школах города. Мне очень нравится здесь и нам. Мероприятие провели в преддверии празднования Дня спорта и Дня Конституции. Организаторами выступил Акимат Октябрьского района. Максим Деев – участник мероприятия, учится в 13-й школе. Мальчик признается, что ему очень нравится соревноваться со своими сверстниками. Здесь сейчас будет веселый старт. Кто быстрее сделает так, чтобы ничего не упало и на скорость, на качество идет. Проведение спортивно-развлекательного конкурса обеспечил коллектив центра «Винни-Пух». Дети соревновались в умении быть ловкими и быстрыми. Развлекательная программа для детей состояла из выступлений ростовых кукол, музыкальных и танцевальных номеров. Я играю в отваре с друзьями, чтобы хорошо было. По словам руководителя отдела социальной сферы Октябрьского района Мадина Искумбаевой, мероприятие «Казахстан-Отамы» проводится впервые, но вскоре, возможно, станет ежегодным. Участие в нем принимают дети, которые обслуживаются отделом социальной помощи на дому. Всего у нас принимают участие 20 деток в возрасте от 6 до 14 лет. Проводим акцию совместно с отделом социальной помощи на дому. В конце мероприятия дети запустили в небо шары с желаниями, написанными на бумаге. По окончании детского праздника всем участникам соревнований были вручены грамотные и развивающие подарки. Марк Брюшко, Боржан Алипов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Состоялся финал пятой республиканской региональной спартакеады МЧС. Участники шахчурской столицы не только приняли участие в соревновании, но и с достоинством показали навыки в различных видах спорта. На соревнованиях приняли участие участники из разных регионов Казахстана. С самого первого дня карагандинские спортсмены показали высшие результаты в гиревом спорте, армрестлинге и футболе. Отдельно стоит отметить соревнования по пожаротушению. МЧСники показали умение четко, слаженно действовать в чрезвычайных ситуациях. 15-16 августа в городе Караганда проводится финал пятых республиканских соревнований региональных Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. На эти соревнования прибыли участники, победившие в своих регионах. На этом новости спорта подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если у вас появилась интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Аман Саубонгсдар. Субтитры подогнал «Симон»